Ну вот у нас сегодня у нас 21 же, да? 21 у нас сегодня. Декабря 2019 год. Мы с братом пошли в храм сейчас кошек будем кормить, но его надо еще остудить. Сейчас там сугру поставишь, потому что я сварил, оно еще горячее всего. Вот и будем печку топить в храме. У нас сейчас на улице тепло, хотя уже через неделю, говорят, морозы обещают большие. Снежок небольшой выпал. Поставлю? Да, да, ставь прямо. Прямо в снег можешь поставить, с две с тыла. Вот давай по ключам тогда я помогу разобраться. А я же дежурил. Дежурил? А, ты знаешь. Да. Ну и все туда. Все. Замутер заноси. Ты с собой туда выносишь? Нет, я его обычно или на дверь, или вот сюда кладу. И вот тут, чтобы туда. А, поклади. Так, подержи камень. Вон там не заходи, потому что там темно сильно. Что-то как-то не видно. А? Не видно. Ну, оно видно только на снег. А-а-а-а-а. Если даже куда-то на минутку выходишь, если даже что-то, это, где палка стоит в двери, или замок повеши, чтобы было понятно, что нет. Володя, пошел свет. Включайтесь. Володя, пошел свет, включайтесь. Володя, пошел свет. Включайтесь. Здесь у нас, вот, мы включаем электричество в сарайке. Он может на окно показать, он загорелось свет у нас. Все, пойдем туда. Рукавицы, где у тебя? Отдай-ка мне их. Что-то за покажем. Весь процесс подключен. То есть, привезли уголь, бывать руками привозим. Приходится раздевать. И вот это, конечно, лучше очки иметь. Ну, я обычно глаза просто зажмуриваю и долгиваю. Я не открыт. Можешь сюда просто зайти. Только сильной камерой не води, чтобы можно было смотреть. Обычно. Отвожу взгляд или глаза зажмуриваю. Все. И потом набираю. Уголь хороший. Он немножко, чуть подороже нам возит. Владимир его тоже зовут. Но зато он всегда хороший привозит. Комковой. Уголь. Уголь. Отвече. Теклая погода. я обычно беру ведро одного достаточно беру коробчунку здесь у нас на вертушку и вот на эту палку для чего-то как бы своего рода печать для чужих будет потом дрова подобрать у нас там печка длинная и это стараюсь такие самые длинные себе забирал если сильно толстые то я их колю обычно еще заранее натаскиваю но бывает что вот вчера вот я не заготовил все вот еще надо будет потом печку прочистить трубу вернем печки нужно начинает подбимливать вот я зашел не эту газетка постелек положил дрова вот сейчас все за нашу губы и закрываясь называется меры безопасности люди всякие бывают пьяные шасты по улице не было таких чтобы кто-то зашел сюда надпись я повешал нового то что и дубунов говорили когда сверху штучка на приближает удалить молюсь боже будь милости ко мне грешного создавшего меня господи помилуй меня вячеславе соглашу господи прости меня грешном помилуй благослови не дома сему не дома сему отвечать некому сам себе это бы так все я завесу дрова также здесь вот сейчас я это я после баня тут у себя вешал свои вещи сейчас дрова заносу да я на в на в в в в не сделал это у меня на лучинку смолёвая вот ее видно по волокну что на смолевое здесь я открываю у меня в юшке вверх я редко закрываю только сильные морозы когда обычно вот нижние открывая это для того что просто пить то есть она сейчас если затопишь дым пойдет прямо то есть вот так выходит и прямо пошел по курсу туда а если это перекрываешь он идет через каналы а потом так идет вверх в этом вся разница для растопки именно вот это вот сушен у меня вот смолевая это нам отдали эти чурки смолевые дома у соседок старый распиливал лес и он оказался неподсочен то есть полностью смолевые бревна казались им хорошо растоплено вот у меня ведро вот сюда вот картошка чтоб когда будешь сыпать чтоб отсюда это не летел этот пыль то вот это вот можно и без картон очки но тут будет посудить кажется сама на души во вторых все везде сойдет это пыль то все основную зону убрал здесь накопилось это у меня дня за три нам накопилось я просто вычищал отсюда не брал и тоже с целью того чтобы тут это когда она пустая она быстро угли програтишь как пошел затопил угли засыпал и ушел на работу работать она потихоньку горит у меня и чтобы она помедлен горилла то я это надо так зубу оставляю тебя это было не такая сильная это можно сразу убирать накопилось я сразу чтобы ведро наполнилось вычистил беру вот это у нас вот специально прочищать колосники вот они забиты то есть можно их вытащить и рукой так прочистить вот здесь у меня горит что-то я ставлю здесь очищаешь воздух проходил через них она лучше горела там под ними под колосниками трубы идут в них вода бежит то то есть она нагревается за счет и бежит по трубу по всему дуну за счет этого здесь это очищаю тоже потому что дверка плохо закриваться будет все убрал сюда завожу все потом достаю поддувало ящик из поддувала и начинаю его прочищать меня учил здесь растапливать тигр дубунов он обычно меня как советовал вот эти брать полежки и вот так накладывать то есть вот так вот это я делал через эту когда вот эти крышки убирал вот так как здесь у нас здесь немножко ослабло и сварка отпала то есть от температуры видимо она держится но в одном месте приварено я начал по-другому делать то есть вот так два поляна кладу потом беру вот эти вот лучинки у меня еще обычно еще это есть стараюсь вот такие чтоб короткие были и вот так поперек и кладу на эти полежки ну это вот мне конечно маловато а потом уже кладу вдоль вот эти смолёвые именно поперечные можно не обязательно смолёвые можно и другие положить которые короткие будут вот так вот их накладываю здесь у меня по идее конечно это может даже и мало будет а может и хватит вставил все и потом накладываю сверху дрова выбираю которую потоньше сперва чтобы они быстрее загорелись накладываю так здесь вот ближе чтобы было к топке вот этой именно к дверке одни почему потому что когда угли будешь через верх засыпать он сюда не нападал как можно меньше чтоб падал сюда чтоб это я имею в виду он тут лежал на самих дровах именно загорится вот сюда вот полежка сейчас сюда вот ну одним словом у кого какой опыт тут видишь пространство то есть я сюда бумаги сейчас напихаю и зажгу раз тут хорошее пространство подхода воздуха она хорошо разгорается всегда много вот позатом году тут у нас офисные есть эти здания с офисами они вот такую бумагу выбрасывали все для офиса написано 2017 год два года назад тут различные там всякие ну это сам знаешь карандаши там кресло и так далее все что для офиса требуется они взяли выкинув мусорный ящик целые эти такие пачки мы это дело увидели с иначе начнем забрали себе а чё я заберу пропадать взяли на растопку его самое лучшее это конечно газетная она легче горится это тоже в принципе горит хорошо то есть я по одному беру листочку то есть чем тоньше тем она это лучше потом горит будет а если возьмешь несколько листов она может плотность большая может потухнуть у тебя почему именно надо сминать то есть я просто положил вот так вот наложил а для того чтобы здесь вот был между ним воздух и будет хорошо прогореть то есть это процесс отгорения происходит так что не сильно плотно было если сильно набежь плотно воздуха не будет вначале тут разгорится а потом потухнет надо понемножку все ты смотрел лучинки они сами это дело сделать только они загорятся от бумаги и все они потом дрова разожгут там вот это ведро я уже сейчас на вынос будет у меня я сейчас замету все беру спички у нас всегда благословляю то есть прошу у господа благословения господи благослови то есть крест на знамение и молитвах и перекрыть крест на знамение делаю потопки чтобы господь сохранил от пожара чтобы не было этого все и зажигаем то есть все везде просишь благословения у господа да господь почему где-то одно все благословенно проходит а у другого ничего нет в жизни никакого благословения благословения потому что ты не молишь во первых и не не хочешь исполнить то что господь повелел исполнить все закрываю это дело это у меня каждое утро происходит вот такое событие я смогу утром топлить если будет мороз обрался уже 25-30 тогда уже топлю в утром и вечером за это мне батюшка оплачивать мне то есть чтоб я мог трудиться хотя изначально я был против этого но настояли в общине чтоб не топили за это это железка для того чтоб если случайно угольки выпали когда тогда открыл топку чтоб это горится не на дерево иначе дерево загорится где-то железка вот такая всегда делится все уберем здесь остатки дров я кладу на сушилку потом еще она будет принести мне все если бы пища была остывшая для кошек я бы сейчас пошел бы кошек показать как я их кормлю но сейчас она это горячее еще сильно то есть это я забираю топочку его убираю все вот это я в машину вот это убираем все здесь я юшку немножко прикрываю потом уже когда уголь закину чуть-чуть поменьше оставляю потом это все заметется вот это сажа я все туда замету потом куда уголь разгорится она уже сразу я не засыпаю потому что может быть потухнуть а чуть-чуть жду минут там пять хотя бы чтобы дрова взялись и начинаю только уголь засыпать ну как бы вот такой весь процесс по растопке ты-то знаешь что я там у себя тоже топишь да на работе где-то если тебе это понятно было что система по-разному устроена смысл один и тот же остатки ну вот так вот происходит то есть топлю потом надежда сильно еду и не это помогает уже остатки потом уже на работу ухожу все слава богу потому что на любое местописание направить закончить все кнопку нажимаем вот она вот она вот она вот она